Добрый день, меня зовут Сударикова Елена, я старший научный сотрудник Дарвиновского музея, вам уже меня представили. Я расскажу вам лекцию на, на мой взгляд, одну из самых животрепещущих и интересных вообще в данный момент биологии тем, о том, в каком мы с вами на самом деле рабском состоянии находимся у маленьких органов в наших клетках. Спасибо. Лекция моя называется медихлорианы в эволюции человечества, но я надеюсь, что вы понимаете, что это название содержит некоторую шутку, что медихлорианы использовались в звёздных войнах вообще в этом мире, и считается, что это, значит, маленькие в крови расположенные тельца, которые придают человеку какую-то особенную силу, они делают его носителем силы. Непосредственно медихлорианов в наших с вами тканях не обнаруживается, но в наших тканях есть митохондрии, которые прослужили прототипом для того, чтобы, ну, в какой-то момент Лукас придумал медихлориан. То есть это на самом деле вещи, созданные по аналогии. Я начну с некой базовой информации, я очень коротко по ней пробегусь, что вообще, в принципе, всё живое на свете имеет клеточное строение, всё живое на планете на нашем, по крайней мере. Есть гипотеза о вирусах, которые непонятно, живые или нет, но считается, что они живые, пока они в клетке всё равно, пока они в клетке размножаются, они живые. Нет, значит, нет. Клетки бывают двух типов, бактериальные и эукариотические. Вообще, можно сказать, прокариотические, эукариотические – это немножко устаревшее деление, но оно, в принципе, неплохо описывает то разнообразие, которое мы с вами имеем. Мы с вами привыкли думать о себе как об организмах эукариотических, и наши клетки действительно имеют ядро, имеют сложно организованные хромосомы в ядре, имеют митохондрии, но это, на самом деле, условное представление. Каждый из нас на 10% состоит из клеток эукариотических, на 90% из бактериальных клеток, которые живут у нас в кишечнике. Поэтому эти бактерии сильно влияют на ваше настроение, поведение и так далее. То есть вообще-то нельзя сказать, что мы такие уж строгие эукариоты. Но, тем не менее, если мы смотрим только на геном человека непосредственно, это, конечно, эукариотические клетки. Есть целый ряд отличий, которые характерны для тех и других клеток. Если читать школьный учебник биологии, обычно весь упор будет на ядро, на то, как организован генетический материал, который помнит, собственно, какие белки клетки должна производить и для чего. В случае бактерий это, и вообще про эукариотических организмов, это чаще всего молекула ДНК закольцованная. В случае эукариотических организмов это хромосомы, то есть линейная молекула ДНК, которая много-много раз сложно уложена, и суммарно такая длинная, незакольцованная молекула, очень сильно компактизованная. Но с точки зрения такой фундаментальной биологии, последние 35-40 лет, есть сомнения о том, насколько ядро является основным и определяющим для того, чтобы отделять прокариот от эукариот. И здесь у меня в табличке я выделила митохондрии, что митохондрии присутствуют только в эукариотических клетках. Скорее всего, это было необходимым условием для дальнейшего усложнения, в том числе для формирования ядра. То есть вообще-то митохондрии как минимум наравне с ядром мы можем считать значительным усложнением клетки. Что касается самих митохондрий. В каждой клетке, подобно как в нашем организме, есть органы, внутри клетки есть органоиды или органеллы. То и другое слово нормально принято для использования. Митохондрии – это органеллы, они имеют две мембраны, внутренние много раз изогнуты, у неё очень большая поверхность. Внешне это просто гладкий достаточно пузырёк. Они достаточно маленькие, значительно меньше бактерий, скажем так, современных, и на микрофотографиях выглядят вот таким примерным образом. Митохондрии, в отличие от многих других органелл клетки, которые служат для транспорта белков или для разложения каких-то веществ, которые попали в клетку, митохондрии имеют собственный аппарат, который говорит нам о том, что когда-то они были самостоятельными. Митохондрии не всегда были в клетке, они появились не путём изменения генетического материала в этой клетке, а они попали в неё извне в своё время. И, собственно, две мембраны, во-первых, говорят в эту пользу. То есть, что когда-то у нас было одномембранное животное, которое попало внутрь клетки, у него появился этот второй пузырёк, во-первых. Во-вторых, остатки генетического аппарата, потому что у нас с вами есть ядерная ДНК, собственно, образующая хромосомы. Внутри митохондрии тоже есть ДНК. Она маленькая достаточно. У человека чуть больше трёх миллиардов пар нуклеотидов в ДНК в клетке ядерной и всего лишь 17 тысяч пар нуклеотидов, то есть на порядке меньше генов, которые находятся внутри митохондрии. При этом интересно, что некоторые гены однозначно имеют происхождение митохондриальное. То есть когда-то давным-давно они попали в ядерный геном, хотя до этого принадлежали митохондрии. Но митохондрия их отдала. Силу некоторых причин скоро обсудим каких. Митохондрия ДНК не так интенсивно мутирует, как ядерная ДНК. И вы наверняка слышали, что мы можем восстанавливать историю человечества. Передают митохондрия ДНК обычно самке в большинстве случаев. И мы можем восстанавливать такую историю материнства, матерей до очень глубокого прошлого. Кроме того, митохондрия, кроме того, что у неё есть свои гены, у неё есть и свои рибосомы маленькие. Они не такие, как наши с вами, они такие, как у бактерий примерно. И они тоже продуцируют некоторое количество белка, которое работает на нужной митохондрии. То есть это маленький, довольно-таки самостоятельный организм внутри нашей достаточно большой клетки. Митохондрия умеет делиться. Это свойство, которое вообще, в принципе, характерно для клеток, как и у калиотических, так и бактериальных. Митохондрия умеет делать это несколькими способами. Иногда образуются перегородки внутри, иногда деление происходит обычным способом через утоньшение. Такое своеобразное. Наблюдаются те и другие способы. Интересно, что в последние 10 лет учёные выяснили, что в клетке человека митохондрии делятся и ещё и сливаются периодически обратно. Генетический аппарат у них у всех одинаковый, в норме для человека. И когда в больших условиях голодания митохондрии сливаются и все вместе выполняют ту нагрузку, которая на них приходится. Как митохондрии появились в клетках? Это вопрос сложный, животрепещущий. Я думаю, что всем вам в том или ином возрасте случалось слышать про симбиогенез, про то, что когда-то предки митохондрии поглощены клетками и образовали те клетки, которые сейчас служат всем эукариотам. Растениям и грибам, и животным, и одноклеточным животным, в общем, всему разнообразию. Жизнь на планете появилась около 4 миллиардов лет назад. Вообще, каждые 2 года жизнь немножко удревляется. То есть учёные находят что-то, какую-то геологию, которая позволяет ещё немножко жизнь удревнить на планете. При этом эукариоты появились позже, около 2 миллиардов лет назад, может быть, даже чуть поменьше. В это время на планете происходило первое глобальное массовое вымирание, потому что появились цианобактерии, которые начали выделять кислород. До них этого никто не делал. У бактерий вообще они очень разнообразные по своему химическому обмену, по обмену веществ, и они могут разные органические вещества использовать и выделять. Но вот кислород долгое время, больше миллиарда лет, никто на планете не выделял, с ним никто не работал. Это достаточно сильный окислитель, довольно такой жёсткий газ, скажем так, с которым взаимодействовать трудно. И когда цианобактерии начали его выделять, то это вызвало большое вымирание древнего бактериального мира, на самом деле. Нас с вами это, может быть, не так сильно заботит, то, что бактерии кажутся какими-то чуждыми организмами. Но на самом деле это было когда-то значительным глобальным событием достаточно. Однако, естественно, как мы узнаем с предыдущей лекции, организмы накапливают мутации. Если среда меняется, у нас выживают те, кто по счастливой случайности к новым обстоятельствам неплохо адаптирован. Целый ряд бактерий приобрели на внутренней поверхности своей клетки такие белки, которые им позволяли с кислородом взаимодействовать. То есть он их не отравлял, они его включили в свой обмен веществ. Судя по всему, митохондриями должны были стать какие-то древние бактерии, которые научились осваивать кислород. То есть наши с вами одноклеточные предки сделали этот шаг. Для защиты от кислорода они приобрели бактерии внутрь, которые умели с ним работать. Они сами не смогли мутировать, чтобы адаптировать к себе кислород, но они смогли потребить тех, кто начал их в этом смысле обслуживать, потреблять кислород для них. Бактерии, на геном которых больше всего похож геном митохондрия, это альфа-протеобактерии. Их много разных на самом деле. И в большинстве, опять же, учебников старых, если вы будете понимать, что-то старше 25-30 лет, что-то старше меня, какие-то книжки, то вы обнаружите, что почти везде упоминается схожесть митохондриального генома с геномом рикетсий. Это такие бактерии, которые умеют использовать кислород. Когда-то раньше умели, сейчас им это не очень нужно, потому что это паразитические организмы, которые попадают в клетку, и они в ней не умирают. То есть вообще-то у клетки есть набор механизмов. Если у него попадает что-то живое, она разлагает обычно это в норме. Съедает, фагоцитирует. Но эти бактерии не подвергаются фагоцитозу, они попадают в клетку и продолжают там жить. Например, современные рикетсии нам обеспечивают цепнотиф. Но не только, на самом деле, ряд заболеваний, просто менее популярных, чем он. Классический сценарий приобретения митохондрии выглядит вот таким образом. Он был заявлен в 60-х годах в журнале теоретической биологии. У меня творилась буква «И» на конце, но предположим, что этого не было. Жена Карла Сагана, известного астрофизика, если кто-то увлекается, можете знать. По имени Лин, в девичестве её звали Лин Маргулис. Собственно, Лин Саган настал только в замужестве. Она написала большую, хорошую, качественную статью про происхождение клеток, наделённых митохондриями. Она предполагала, что какая-то бактерия, которая не была подвержена тому, что её можно было съесть, у неё были механизмы защиты от фагоцитоза, попала в какую-то примитивную клетку. Клетка примитивная, но с ядром уже настоящим, как предполагал Маргулис. То есть с длинными линейными хромосомами, плотно компактизованными. В этой клетке она не разложилась, а превратилась в митохондрию, которая выделяет энергию на все нужды клетки. Использует кислород, продуцирует энергию. Такое вот удобное, выгодное рабство. И есть второй сценарий, где в клетки, у которых есть митохондрия, ещё попали хлоропласты. И у нас с вами появляются современные растения. От зелёных водорослей к более сложным организму, соответственно. Эта гипотеза очень долго считалась дельной. Учёные, в ней есть некоторые противоречия, но она достаточно хорошая. Долгое время она учёным служила. Сейчас она считается опрокинутой. Поэтому, если вы вдруг её запомнили, можете постепенно начать забывать прямо сейчас. Более актуальной сейчас считается гипотеза, что предковая клетка для современных эукариотических организмов плотно боком прижималась к бактериям, которые умели использовать кислород. Принцип тот же самый. У нас всё равно клетка, которая не умеет работать с кислородом, может от него умереть, обнимается, прижимается, к тому, кто умеет работать с кислородом. В принципе, тот же самый. Но, посмотрите, у нас другим образом образуется наружная мембрана. У нас не за счёт такого поглощения это происходит, за счёт пузырька лизосомного, а за счёт объятия самой, собственно, клеточной мембраной клетки. То есть у нас эти объятия смыкаются, и в этот момент появляется ещё одна интересная вещь. Когда клетка, вот эти выросты, они удлиняются, они всё больше и больше обнимают бактерию, никуда её не отпускают. В это время у нас появляется ещё вот такой вот внутренний слой, который сейчас считается предтечей для двойной мембраны, которая находится вокруг ядра эукариот. Надо сказать, что Маргулис никак… Да. Ну, считается примерно полмиллиарда лет. Он занял когда-то давно в прошлом. Сейчас прямо в лабораториях так не происходит обычно. Хотя Вантер скорее всего с этим экспериментирует в Америке. Значит, ну, если вы за свои клетки, боитесь, не бойтесь. У них уже все эндосимбионты есть, всё в порядке. Значит, у нас здесь образуется ядро с ядерными порами. И это очень важно, потому что у нас здесь внутри может храниться генетический аппарат клетки, компактизованных формосом, и с ним будет удобно работать. Он будет своего рода в безопасности. Какие бы у нас яды не попали в клетку, у нас есть шанс, во-первых, защитить ядро, и, во-вторых, ну, в принципе, всё удобно, компактизованно, лежит в одном месте. В общем, то, что я сейчас показываю, это значительно более актуальная теория, кстати, из того же самого журнала, автор по фамилии Лейн. Это вообще такой крупный исследователь, который… Он важен тем, что он занимается часто не частными вопросами биологии. Таких исследователей очень много. Они важны, но большие прорывы совершают те, кто совершает метаанализы, кто анализирует огромный объём данных и делает какие-то глобальные радикальные выводы. Фамилии чаще всего мы знаем их, а не тех, кто работает с деталями. Значит, Лейн предполагает, что эта гипотеза, скорее всего, более корректна, и большинство современных исследователей с ним, в общем, склонны соглашаться. Маргулис ушла в историю. При этом, кто был предковой клеткой? Мы знаем, кто был предком митохондрии. Это была какая-то альфа-протеобактерия. И пока что мы всё ещё с вами делаем вид, что рикетция. Хотя на самом деле не факт. Но по геному похоже, скажем так. Но, скорее всего, оригинальной клеткой, вот этой голубенькой, эоцит это здесь называется, но на самом деле как бы протоклетка. То, что превратится когда-нибудь в эукариотическую клетку настоящую. Скорее всего, была не бактерия, потому что бактерии обычно имеют очень плотную оболочку снаружи, муриновую, из полисахарида, которую трудно достаточно чем-либо повредить. А если ты её повреждаешь, то бактерия умирает. Многие наши антибиотики так и работают. Они повреждают наружные клетки, бактерии не могут делиться дальше. И, скорее всего, предком нашей клетки, оригинальной хозяина, вот не раба, а хозяина, должны были стать те, у кого поверхность тела позволяют совершать фагоцитоз, позволяют совершать некоторые движения. И сейчас считается, что, скорее всего, предковой клеткой был не представитель бактерий, а представитель архей. Сам термин прокариот, он вообще обычно объединяет бактерии архей, если его используют. Но археи немножечко не совсем прокариоты, потому что у них в... Так, да, клеточная стенка, ТРНК где? Ага, у меня здесь это не указано. А, нет, правильно, должно быть указано. С помощью гистонов укладывается ДНК. Гистоны – это белки, на которые ДНК можно намотать и плотненько уложить. У нас, в своём хромосоме, в гистонов много, восьми типов. А у архегистонов поменьше, но, тем не менее, у них ядерный аппарат уложен сложнее, чем бактерий. Поэтому они немножко отличаются, вообще выделяются из всего вот этого прокариотического мира. И они больше всего похожи на те клетки, которые могли бы когда-то поглотить митохондрии и стать эукариотами. Но, опять же, у них есть предпосылки в организации ядерного аппарата к тому, чтобы когда-нибудь стать эукариотами. Вообще, чисто внешне, археи от бактерий, на взгляд человека, у которого нет сильного микроскопа, отличаются не очень сильно. Просто бактерии – это слезевые плёнки, комки и разное образование, которые мы где угодно можем найти. А археи чаще всего живут в очень жёстких условиях. При очень сильном давлении, очень сильной температуре. То есть они более выносливы, чем бактерии в данный момент. Но мы не знаем, как это выглядело раньше. То есть 2 миллиарда лет назад археи могло быть так же много, как и бактерии. Они могли быть тоже очень разнообразны. Как мы с вами знаем, достроить изначальные варианты нам бывает тяжеловато. Значит, и сейчас вообще эукариот вообще относит не к вот этому трёхдоменному дереву, когда у нас есть с вами бактерии, есть археи, собственно, и эукариоты. По вот этим генетическим данным, эукариот – это одна из таких ветвей архей, очень усложнившихся, очень разнообразных. Но де-факт у нас с вами вот такой… Если посмотреть на мир вот с этой парадигмы с точки зрения нашего происхождения, то мир действительно принадлежит бактериям и археям, а эукариот и весь вот этот видимый мир, к которому мы с вами привыкли биологически, это маленькая, узенькая, крошечная веточка одной маленькой группы архей, которая смогла приучить митохондрий. Ну, такой взгляд, в общем, тоже допустим. Я не утверждаю, если что, что он истинно единственный, и мы должны как-то чувствовать сейчас ущерб своему достоинству, но, в принципе, это допустимый биологический взгляд, нормальная концепция. Здесь у меня приведены две гипотезы. Я их не зачитываю, потому что я знаю, что вы читаете быстрее, чем я вам прочту. Но первая гипотеза, она как раз про рикетсий, про то, что когда-то клетковые клетки захватили рикетсий, которые позволяли им использовать кислород. Она сейчас считается не очень корректной, потому что мы не находим никаких следов эукариот, у которых митохондрий нет. Вот чтобы клетка была эукариотическая, со сложным ядром, и имела вот этот потенциал кого-то поглотить, чтобы он служил на неё, обрабатывал кислород. Таких эукариот нет. Все эукариотические организмы, даже паразитические, простейшие, они имеют хотя бы следы наличия митохондрий в них. Не у всех митохондрий есть, но у всех когда-то были. И мы это читаем по ДНК клетке. Сейчас наиболее актуальной считается водородная гипотеза. Она просто скинула рикетсий, на самом деле, с этого пьедестала предков митохондрий. Она говорит о том, что наш предок – это архей, которого вообще не очень сильно волновал кислород. Он жил в таких жёстких условиях, под давлением при высокой температуре, и далеко от того места у поверхности воды, где циану бактерию уделяли кислород. То есть наш предок не очень-то боялся кислорода, не пытался приручить бактерий для того, чтобы они от кислорода защищали. Не это была его задача. Задачей было то, что предковые бактерии, которыми тогда, скорее всего, будут вот эти родобактер, а вот вовсе не рикетсий, дело не в том, что они умели использовать кислород, а в том, что они ещё выделяли водород. У них немножко другой обмен веществ, чем рикетсий. И вот этот водород для метаногена был очень ценным топливом. То есть что эти обнимания, которые мы с вами видели, они служили изначально не для защиты от кислорода. А первой важной функцией была возможность метаногену употреблять водород. Но штука в том, что сначала у нас с вами архей жил на дне, обнялся плотно с будущей митохондрии, поглотил её внутрь, она выделяет водород, ему это выгодно, он этим пользует, соответственно. Но потом оказалось, что она ещё умеет работать с кислородом, и архей смог позволить себе осваивать новые места обитания. То есть ему это приручение коровы, которая выделяла водород, дало возможность выйти на свет Божий, можно так сказать, и воспользоваться кислородной средой, причём в полном объёме. Нам нужно сейчас перейти к современным митохондриям. Немножко хочу рассказать об их обмене веществ, о том, что у них есть наружная мембрана, в ней есть поры, они умеют передавать через неё разные довольно-таки крупные вещества. На внутренней мембране никаких пор нет, она цельная, но в ней есть белки, которые позволяют вещества передавать во внутреннее пространство межмембранное и в цитозоль, внутренней митохондрии. Но они очень специфичны, то есть они работают только с определёнными молекулами, в отличие от пор, через которые всё, что угодно с током жидкости может двигаться в любую сторону, более-менее. И у митохондрии есть матриц, вот эта вся внутренняя жидкая часть достаточно. Для нас с вами, как для эукариотических организмов, важнее всего матрицы внутренней мембраны, потому что в матрице происходит цикл Крепса, это разложение жирных кислот. Он идёт постоянно, он замкнутый, и в то время, как он проходит, нас выделяют с вами протоны водорода. То, что нас сейчас волнует. Это, на самом деле, более сложная громоздкая биохимия, но моя лекция почти лишена химии, по возможности. Однако я после неё готова ответить на все вопросы, включая химические, если они будут. На внутренней же мембране митохондрии располагаются белковые комплексы. Собственно, когда я говорила, что у митохондрии есть собственный геном, и есть свои рибосомы, чтобы собирать белок внутри митохондрии, это те белки, которые встроены в основном в мембрану митохондрии. Ну и также некоторые ферменты, которые работают внутри неё. То есть митохондрия до некоторой степени обслуживает себя сама. Но она не самодостаточна. Если мы извлекаем митохондрии из клетки, то им не хватает ядерного присутствия, они начинают умирать. Слишком много генов отдали, скажем так, в прошлом. Не пугайтесь картинки, она нас не супер сильно волнует. Нас интересует вот что. Это внутренняя мембрана митохондрии, в которой есть несколько комплексов белков. Они тяжёлые, большие. Самый важный белок для этой лекции конкретно это АТФ-синтаза. Это белок, который умеет собирать АТФ. Я надеюсь, что вы слышали когда-либо в своей жизни, что главная молекула, которая обеспечивает энергией всё живое, на самом деле, не только эукариот, но и прокариот, это АТФ. Это нуклеотид аденин, на котором висит три фосфорных остатка. И последняя висит на очень интересной связи. Она держит в себе много энергии, его легко оторвать и легко посадить обратно. То есть мы легко с вами накапливаем там энергию, её легко освобождаем, когда она где-то нужна. И митохондрия производит для нас АТФ. АТФ работает во всех клетках нашего тела абсолютно, позволяя собирать какие-то новые белки. То, что я сейчас показываю, это на самом деле выглядит как довольно-таки тоскливая картинка из учебника биохимии, но на самом деле это самый ключевой механизм нашей жизни. Мы с вами едим для того, чтобы в митохондриях внутри в матриксе происходил цикл Крэпса, а дышим для того, чтобы вот на этой цепи митохондрии сжигали то, что они переработали внутри себя. Если вдруг когда-нибудь задумались, зачем мы едим, зачем мы дышим, мы делаем это всё ради митохондрии, ради того, чтобы в конце концов они выделяли АТФ. Ну и, конечно, некоторое количество пищи идёт на сборку новых белков и сахаров, которые мы используем в нашем теле. Но поменьше, чем на самом деле мы тратим на обслуживание митохондрии. Очень долгая теоретическая история, на которой, может быть, когда-то и сделаю лекцию, но не популярную, научную, про то, как учёные догадались, как работает эта дыхательная цепь. Ну хорошо, у нас с вами тут в матрице происходят какие-то реакции, и они замкнуты, они цикличны. Почему в итоге, после этих реакций, происходящих здесь, у нас по мембране проходит ток, и в конце выделяется АТФ? Это длинная и сложная история. На этом поле многие учёные поломали копии, нас сейчас интересует только то, что на самом деле во всех этих процессах матрицы у нас выделяются протоны. Вы помните атом водорода. Если он ни с кем не соединён, то он имеет положительный заряд. Это очень маленький, очень лёгкий атом с одним плюсиком наверху. Вот у нас эти протоны, они накапливаются в нескольких комплексах на мембране. Они накапливаются в межмембранном пространстве под поверхностью митохондрии. И именно протоны выдавливают из АТФ-синтазы энергию на то, чтобы она собирала АТФ. То есть фактически всё, что происходит в митохондрии, это вот это накопление протонов, отрывание от всего, чего можно, накапливание в межмембранном пространстве. И дальше давление на белок, который умеет слышать вот эти накопленные протоны снаружи. Он их использует и собирает на АТФ. АТФ – это один из ключевых и самых важных организмов нашей с вами жизни. А механизмов, право прощения, организмов. Вообще, то есть все клетки нашего тела, они работают по-разному. Мышцы по-другому, чем печень, чем мозг. Но они все способны вообще работать, только потому что в каждой есть митохондрии, которые делают на внутренней мембране много-много раз. Мембрана вся усеяна этим дыхательными цепями. Они умеют собирать АТФ-синтазу, умеют накапливать протоны и выдавливать АТФ. Это самый ключевой механизм. Так выглядит сам белок АТФ-синтаза. Он большой и сложный. Каждым цветом помечена одна субъединица. Это такой очень длинный протеин из аминокислот, который плотно сложен. Так выглядит сам АТФ. Вот это та самая волшебно-замечательная связь. Тот фосфат, который легко отрывать и присоединять обратно, и который оплачивает все нужды всего организму в итоге. Просто еще одна картинка, что между мембранами копятся протоны. Вот тут у нас АТФ-м3 появляется. Для АТФ есть специальные каналы, чтобы доставать их в межмембранное пространство и чтобы их митохондрия отдавала дальше в клетку. Что следует из того, что я вам сейчас рассказала о митохондриях? Следует несколько вещей. Во-первых, митохондрии главным образом служат на то, чтобы обслуживать энергетические нужды организма, производить АТФ. Но если мы АТФ не используем, например, мы с вами кушаем 5-6 раз в день, а физической нагрузки никакой у нас нет. Например, мы с утра до вечера сидим с вами ровно за компьютером. Например. Это гипотетическая ситуация. Я понимаю, никто из вас не живет таким образом жизни. Ну, допустим. Значит, если мы не тратим эту энергию, то есть у нас митохондрии стараются, мы загружаем пищу, мы загружаем кислород, митохондрии изо всех сил эту пищу сжигают, выделяют АТФ, мы его не тратим, то у нас с вами протоны выделяются в виде тепла. То есть если к митохондрии нет особенного запроса, если АТФ накопилось слишком много, митохондрия это слышит и перестает его производить, потому что, очевидно, он не нужен сейчас никому. Самой митохондрии обычно точно не очень нужен. И протоны просто выделяются через поверхность митохондрии, через клетки, и мы с вами обогреваемся. Собственно, есть разница в том, как работают митохондрии людей, обитающих на разных участках нашей планеты. Если вы живете в тропиках, то вам сильно себя обогревать не нужно. И если вы живете за полярным кругом, если, например, вы скемоз, лопландец, чукча, то ваши митохондрии работают изо всех сил постоянно, и много приходится времени, много протонов отдавать на тепло. Они не могут обойтись только АТФ. То есть, живя в тропическом климате, можно позволить себе меньше есть, просто потому что вам тепло не нужно. Нужно, чтобы митохондрии справлялись с выработкой АТФ. Вольф, в общем-то, ничего. А если живете в холодных условиях, нужно есть достаточно и достаточно калорийно, чтобы вам хватало и на энергообеспечение, и на согревание тоже. Дальше митохондрии в огромной степени обеспечивают наш обмен веществ. И разные вещи, которые связаны с тем, что у кого-то он быстро, у кого-то медленно, они связаны с тем, нет ли каких-то мутаций в белках, которые сидят на внутренней мембране митохондрии. Часто достаточно. Вы знаете, что чем меньше животное, тем больше ему нужно есть пропорционально объемового тела. Это связано с внутренним объемом организма и наружной площади. У больших животных вот этот разрыв между объемом и площадью, он маленький. Им не нужно тоже тратить сил на обогрев себя, примерно как тропическим людям, людям, живущим в тропиках современном. Маленькому организму нужно тратить очень много сил на обогрев. И есть тоже очень много. То есть казалось бы, маленькому организму нужно меньше АТФ, чтобы жить. Да, но при этом гораздо больше тепла. И поэтому суммарно пищи в несколько раз больше на грамм веса получается у маленьких животных. Кроме того, я думаю, что вы представляете себя обычно. Чаще всего большие животные живут дольше, чем маленькие обычно. Это не абсолютная закономерность, есть разные исключения. Но чаще всего в большинстве случаев есть закономерность. Маленькие животные очень мало живут, и они очень быстро живущие. То есть нужно максимально часто плодить максимальное количество потомство, потому что если ты мышка, то у тебя от полугода до двух лет в хорошем случае. А если ты слон и живёшь 80 лет, то тебе достаточно двух слонят за свою жизнь оставить, и, в общем-то, ты уже нужды популяции однозначно покрыл. Длительная жизнь связана с тем, насколько митохондрия изношена. Большому животному не приходится заставлять митохондрии много трудиться. То есть достаточно поставить столько пищи, сколько хватит для выработки АТФ. Всё, согреваться сильно не придётся, даже если ты полярный медведь. Ты на обогрев тратишь гораздо меньше сил. И поэтому твои митохондрии дольше работают. У них меньше причин повреждаться, скажем так. Это можно себе представить как какой-нибудь механизм, как какую-нибудь крутящуюся, не знаю, ручку с колесом. Понятно, что если в день её крутят 10 раз, она не так скоро сломается, как если вы её тысячу раз в день прокручиваете или 5 тысяч раз, например, если мы говорим об этой разнице. Как человеку, у которого в музее есть интерактивный экспонат, мне очень больно сейчас об этом говорить, но ручки, которые реже крутят, лучше работают. Это правда. И, значит, у нас с вами есть такие закономерности, что митохондрии, которые пореже используются, они подольше служат, обеспечивают хозяину подольше жизнь. Отсюда, кстати, можно сделать интересный вывод. Как же нам с вами продлить нашу жизнь на основании тех знаний, которые мы сейчас получили? Мы представляем себе, как работают митохондрии. Исследования лабораторные показывают, что есть единственный способ. Ну, кроме того, что у нас есть предрасположенности, там, к разным заболеваниям, и с этим ничего не поделаешь. Кроме того, что у нас есть разный образ жизни, опять же, и это в ваших руках, ну, тем не менее. Дальше у нас есть единственная возможность продлевать жизнь, это меньше есть. Эти исследования как на людях, так и на крысах, они показывают, что чем меньше вы заставляете митохондрии работать, чем больше вы замедляете свой обмен веществ, тем дольше вы живёте. Это, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, противоречит тренду современного фитнеса, о том, что нужно раскручивать обмен веществ, чтобы он как атомная электростанция в топку всё работал. На самом деле, если есть желание долго жить, а не коротко и красиво, то лучше, наоборот, всё замерить и жить, как черепаха, до 200 лет, но очень не спеша и редко мало питаясь. На всякий случай, я не говорю о совершенно предголодных состояниях, о каких-то концлагерях или чём-то таком, просто маленькими порциями скудными достаточно, то есть никогда не наедаться вполне. Не обязательно чаще, просто меньше. Суммарно просто меньше. Но опять же, чтобы не умирать от голода, то есть при этом нужно минимальные какие-то 500-700 калорий в день набирать человеку всё-таки, конечно, стоило бы. Это зависимость от длительности общего ментаболизма от обмена веществ, но, собственно, длительность жизни, она почти так же на самом деле будет расположена. Значит, дальше. Метахондрии, кроме того, что определяют наш обмен веществ, они ещё сильно влияют на половое размножение. Я надеюсь, что вы представляете себе, если организм пользуется бесполым размножением, как бактерии, то он очень уязвим к изменению условий. Все примерно одинаковые в силу бесполого размножения. Если у вас резкое похолодание, более-менее все и вымирают. Половое размножение обеспечивает нам отличие потомства от родителей. Это важно достаточно. Чаще всего у живых организмов два пола. У эукариот, во-первых, только бывает половое размножение. Во-вторых, чаще всего два пола, хотя не всегда. Есть грибы, у которых 7 полов, у которых 10, но это исключение. Обычно 2. Мы с вами привыкли, что женский пол несёт 2x-хромосомы, мужской – 2 разные хромосомы, xy. То есть есть отличие геноме на уровне хромосом. Это не всегда так. У многих птиц мы с вами встретим обратную ситуацию, когда у самок 2 одинаковые хромосомы, гомогометный пол, а у самцов, наоборот, они различаются. Есть вообще организмы, у которых пол определяется не только количеством хромосом, скажем так. То есть нам, чтобы получить самца для пчёл, мы должны просто хранить неплодотворённые яйца. У него вообще будет только одна хромосома, не будет никакого двойного вот этого набора. Будет только половинка. Не падные хромосомы, а одиночные. А настоящие пчёлы – самки, это диплоидные организмы, но их при этом по разным кормам детства, они вырастают с разными функциями. Размножаться умеют те, кого кормили молочком. Я пытаюсь просто сказать, что пол на уровне хромосом определяется по-разному у разных животных. Но на уровне метахондриальной ДНК он определяется достаточно очевидно. Да, это здесь значит момент, что пол наследуется в момент слияния гомет, но это вот как у нас с вами. Пол определяется у зигот, и всё, и дальше он на протяжении жизни обычно один и тот же. А у многих организмов из-за условий среды. Ну, собственно, насколько грели, чем кормили, какой был размер яиц. То есть на самом деле у разных животных можно встретить разные системы определения пола. Метахондриям важно достаточно, чтобы ядерный геном их слышал и с ними работал. То есть чтобы они не оказались отверженными, чтобы есть некий химический диалог между ядром и метахондриями, и нужен, чтобы он мог звучать. Поэтому только один пол должен передавать хромосомы. И у самых разных животных, которых пол определяется разными способами, метахондриальную ДНК обычно передают самки. Я понимаю, что здесь аудитория интересуется новостями, и вы наверняка слышали, что недавно смонтировали человека в Китае, у которого метахондриальная ДНК от отца. В принципе, это возможность. Примптозоид приносит с собой сколько-то метахондрии. Вот тут в шейке между головкой этих хронических генетических материалов и хвостом, который умеет двигаться, есть кучка метахондрий. А вообще на них стоит убиквитин, на них стоит чёрная метка, и яйцеклетка их разлагает сразу, как только видит чужую метахондриальную ДНК, она от неё избавляется в норме. Но этот процесс может пойти не так. Любой процесс, где у нас с вами работают белки, может пойти не так технически. Иногда какие-то остатки бывают мужского метахондриального генома, и, видимо, в ближайшие годы нас ждёт открытие на этот счёт. Бывает, что он сохраняется, но вообще в норме обычная ситуация, что он не сохраняется, что у нас с вами метахондриальная ДНК передаёт только мать. И на х-хромосоме лежит аппарат, который позволяет слышать эту метахондриальную ДНК. То есть эта передача не призвана дискриминировать один из двух полов, она призвана обеспечить нормальную работу метахондрии у потомства всегда. Она всегда работает в согласии с материнской х-хромосомой. Всё. Это, в общем, такой простой инженерный механизм для защиты метахондрии будущего потомства. Да, кстати, вообще обычно мутации метахондрии приводят к смерти. Люди с нарушениями работы метахондрии живут достаточно мало и плохо чаще всего. То есть это не жизнеспособно чаще всего. Метахондрии очень консервативны. Да, метахондрии обеспечивают нам также смерть. Если мы не умираем от несчастных случаев, от болезней, от того, что нас убили и ограбили, то и умираем сами по себе в своей кровати вот этой идеальной человеческой смертью, что я очень старый, в окружении своих правнуков, очень богатый, лежу в кровати, умираю без боли. Вот эта тихая, медленная, старческая смерть – это тоже заслуга метахондрии. Метахондрии отвечают за то, чтобы клетки апоптировались. Вообще у клетки есть два возможности умереть. Первое – это некроз, это если мы её чем-то снаружи повредили. И это страшная смерть. Клетка при этом страшно кричит, выделяет химические вещества ядовитые. Все клетки рядом тоже кричат. Отёк, воспаление – очень плохо. Для организма это стресс. Апоптос – это мирное самоубийство. Это клетка, которая понимает, что у неё накоплено много мутаций, что она плохо производит белки, что она вредит остальному многоклеточному организму, а все клетки имеют одинаковый геном, и каждый из них готовый пожертвовать собой многоклеточных животных. И она просто разрезает себя на куски. И соседи эти куски тихо съедают. Всё происходит молча, никто не кричит, никаких отёков и воспалений. Апоптосы в нашем теле происходят постоянно. Они служат обновлению тканей. Для многоклеточных это суперважная вообще часть жизни клетки, её сменц. И благодаря апоптосу, собственно, мы с вами обычно не болеем раком. Если механизм апоптосы у клетки нарушается, она неконтролируемо делится, умирать не собирается, несмотря на свои проблемы, превращается в опухоль. Но обычно апоптос нормально работает, в норме вообще обычно. Ошибки бывают, но вообще-то это хороший механизм, рабочий. Есть несколько способов, как клетка догадывается, что её нужно апопсировать. Почти все они завязаны на том, что рано или поздно митохондрия получает сигнал, что нужно выпускать белки, каспазы, которые начнут резать клетку на кусочки. Тихо и без особенной боли. Накопление. Да, я сейчас рассказываю про смерть только клеточной. На самом деле в смерти такой радикальной, в человеческой смерти большой митохондрии, всё равно играет свою роль, если она не внезапная. Да, это мой любимый портрет человека. Чтобы вы представляли себе, как ещё выглядит человек, кроме того, к чему мы с вами привыкли, по количеству клеток, сколько каких клеток у человека в теле есть, соответственно. Кроме того, что митохондрии… Ну, как митохондрии вызывают апоптос? Они выделяют свободные радикалы. Вообще в них проходит несколько реакций, которые не очень удобны для всей остальной клетки. Свободные радикалы в клетке нужны. Если их выделяется немножко, клетка начинает делиться. Если их выделяется много, клетка апоптирует. И то, и другое для нашего организма очень важно. И чтобы клетки делились и обновлялись, и чтобы они умирали периодически тоже, если плохо справляются. Со свободными радикалами интересная история, потому что вообще про них известно давно достаточно, там, с 50-х годов прошлого века, и учёные подумали, что раз мы знаем, как клетки умирают, можно заставить их не умирать. Можно предотвратить выброс свободных радикалов, взять антиоксиданты, добавить их в пищу, найти, в какой пище антиоксидантов много, и защитить организм от выброса свободных радикалов. Это оказалось ужасной идеей. Если вдруг кто-то из вас ещё как-то морально покупается на большое количество антиоксидантов, это нехорошо и неплохо. Их можно употреблять, ничего страшного в этом нет. Но они не полезны, специальной пользы в них никакой нет. Потому что если вы душите свободные радикалы, клетка, не способная к апоптозу, может вломаться. То есть ничего хорошего в том, чтобы их как-то много таблетками, горстями есть, как в 70-х в Америке было модно, в этом ничего хорошего на самом деле нет. Свободные радикалы должны уделяться, и клетки должны периодически умирать. Это, в общем, нормальные процессы. Но штука в том, что если мы интенсивно с вами едим, интенсивно двигаемся, в митохондрии интенсивно работы у свободных радикалов довольно много. И это в целом ведёт к некоторым тоже изнашению организма. Не только самих митохондрий, но и вообще клеток, которые митохондрии окружают. Митохондрии, может быть, эти темы стоило понять местами, что справа старость, потом спент, а потом спент. Просто это важно, что старение организма связано с тем, что многие клетки накопили много мутаций, не очень хорошо справятся со своей работой. И вроде как, если они апоптируют, то кто на их место придёт, с одной стороны, а с другой стороны, как-то организм, в общем, продолжает жить. Здесь у меня всем известный голос землекоп. Это организм, грызун, который вообще сильно старению не подвержен. Но у них очень особенная социальная организация. Если есть одна самка, которая размножается, а все остальные просто рабочие особи, то обновлять популяцию более-менее ни к чему. Это близко к бесполому размножению, потому что все рабочие особи между собой генетически либо идентичны, либо очень похожи. А если мы говорим с вами о популяции, где нет рабочих особей, где у нас все полноправные, все равноценные, все могут доставлять потомство, то старение такой популяции нужно. Нужно, чтобы организмы, которые сильно поизносились, постепенно заканчивались. На их место приходила, соответственно, молодёжь, более свежая. Учёные считают, что выделение метахондриями свободных радикалов – это один из механизмов старения, я об этом сказала. На самом деле их несколько. Ещё один связан с делениями клетки, с укорочением концевых кусочков молекул ДНК. Так, прошу прощения. Ещё один связан с достащением метаболической активности тела. Это у нас тоже сильно изношенные метахондрии, на самом деле, если пересказывать. Верхнюю часть я сейчас пропущу, потому что лекция по сокращенному варианту. Я и так уже сейчас, по-моему, выбиваюсь из времени. Пять минут. И я хочу обратить ваше внимание на то, что у этой лекции вообще ценного. Во-первых, мы приобрели метахондрии не тем способом, как обычно об этом пишут в учебниках, скорее всего, а другим. Во-первых. Во-вторых, метахондрии позволили нашим предкам преодолеть огромный кислородный кризис и не вымереть, а обрести возможность стать многоклеточными. В-третьих, метахондрии подарили нам возможность быть многоклеточными. В-четвёртых, метахондрии подарили нам два пола – половое размножение и романтическую любовь. И в-третьих, мы едим и дышим не ради себя, а ради метахондрии в основном. На этом моя лекция окончена. Спасибо большое за внимание. – Поднимайте руки, я к вам подойду. – Елена, у меня вот несколько вопросов к вам возникло по ходу лекции. Вот вы говорили про разных животных, продолжительность их жизни. Но ведь ворон, не ворона, а ворон чёрный именно, это ведь сравнительно небольшая по габаритам птичка. А живёт, я слышал, чуть ли не три столетия. Вот как это так? Так, три столетия – это поэтическая метафора. На самом деле, вороны живут меньше века, чаще к 70 годам что-то там длится. Про птиц я вообще этой презентации не упоминала, это отдельно достаточно большая тема. У птиц особенным образом организованы метахондрии. Не такие, как у млекопитающих, рептилии, как у других эукариот. У них дыхательная цепь работает очень экономично. Она выделяет столько, сколько к ней есть запрос. То есть птицы в некотором смысле, ну, похожи на эльфов. Они плохо стареют и плохо сами по себе умирают. Они умирают чаще от внешних каких-то болезней, травм и так далее, хищников, ну, в общем, от каких-то внешних неприятностей. Это касается не только воронов. В принципе, многие птицы, небольшие по размеру, живут гораздо дольше, чем мы бы от них ожидали по вот этому моему графику. Связано с тем, что у них другая немножко дыхательная цепь. Кстати, это ещё встречается у некоторых людей. Например, у японцев за счёт изолированности их островов тоже закрепилась мутация дыхательной цепи метахондрии, которая обеспечивает им большой процент долгожителей по сравнению с остальной планетой. Они могут есть, как хотят, могут много есть, всё равно долго проживут. Повезло. И ещё по поводу есть вот я хотел спросить. А люди, которые питаются редко, но метко, они всё-таки больше нагружают свои метахондрии, чем те люди, которые питаются мало, но часто? С точки зрения метахондрии нет никакой разницы, с какой частотой вы потребляете пищу. Важен суммарный колораж. Можно за один день с утра съесть свои две тысячи, можно в течение дня их раскидать на маленькие приёмы. Чувство голода вообще во многом психологически обусловленная штука. То есть нам скучно, мы поели, мы расстроились, мы поели, мы разозлились, поели очередной раз. То есть мы не всегда едим, потому что голодно. Ну, выпили, поели. И я хочу сказать просто о том, что метахондрии не принципиально, как часто вы едите, потому что важно, сколько у вас есть сахара. Если вы сахар из крови потратили, из печени возьмёте гликоген, но у вас будет ещё сахар. Не обязательно всё время есть. Метахондрии найдут, что пожечь. Есть жиры, есть сахара, у нас есть достаточно запасных веществ, в принципе, технически. Неважно, с какой частотой. Метахондрии реагируют не на частоту поедания, а на то, сколько за день калорий съедается на протяжении долгих отрезков времени. — И ещё вот по поводу кислорода я маленько не понял. Если атмосферный кислород создали вот эти, как, цианобактерии, да? — Да. — То, значит, те микроорганизмы, которые первые появились на планете, они жили без кислорода? — Да, конечно. Почти полтора миллиарда лет без кислорода. — А как же они дышали без кислорода тогда? Чуть не представляю. — Они не дышали, они использовали совершенно другие... Они всё равно синтезировали АТФ, но использовали серу, фосфор, аммиак, метан. — То есть они просто питались, но не дышали? Так, что ли, получается? — Они дышали, но не с помощью кислорода. Кислород не был акцентром электронов для них, если это что-то вам скажет. Они использовали другие вещества. Сера может работать вместо кислорода у бактерий. Их обмен веществ позволяет им делать те же операции без кислорода. Кислород был шоком в тот момент, когда появился. — А цианобактерии, если не зелёные водоросли... — Собственно, одно из глобальных вымираний, собственно, и было вызвано появлением 1,1%... — Ну, какой-то небольшой цифры. Когда кислорода накопилось под озонным условием достаточно, всем бактериям было так себе. — Так, ещё руки, вопросы. Лучше всего микрофон точно с трансляцией. Передайте, пожалуйста. — Ваши вопросы слышат миллионы. — Простой вопрос. А почему не предусмотрен механизм ограничения потребления, избытка калорий? — Ваш вопрос выдаёт в вас некий инженерный ум. Дело в том, что эволюции нет инженерного ума, она работает со случайностями. Если что-то, случайно появившись, работает, оно закрепляется. Метахондрии, как они есть, не способны себя контролировать. — Идёт же как бы в сторону усовершенствования и так далее, насколько я понимаю, да? — Ну, что имеете в виду? Что в будущем биологи что-то сделают с метахондриями? — Процесс сам по себе. Или нет? Ну как, жизнь? Вот как бы вы вот рассказываете, да, о преобразовании, что в результате вот получилось вот так. — Да. — А почему не предусмотрен сразу как бы, ну или в процессе механизм, который… — Потому что что-либо предусмотреть может разумный инженер, который придумал конструкцию. Эволюция ничего не предусматривает. Она делает совершенно случайные вещи. Павлини хвосты, китовую эхолокацию. Прижилось, работает, всё, замечательно. Работает в продакшн, работает в продакшн. Всё, никто не поправляет баги, никто ничего не меняет в этом. Если как-то работает, хорошо. От нас зависит, как мы контролируем метахондрии. — Мы можем говорить о том, что в результате там эволюции, в каком-то там, ещё там, нет, через несколько миллиардов лет… — Никогда эволюция не придёт к предохранительному механизму, потому что эволюция нормально, как мы существуем. Мы нормально размножаемся, нормально стареем, нормально играем. — Ограничений нет вообще, да. — У птиц лучше, чем млекопитающих, а связано с полётом. — Да, я вот в принципе об этом говорю, какой-то… — Птицы позже произошли, птицы освоили воздушную среду. Это были две водных, которые сделали птицы очень уникальными по сравнению с нами, остальными наземными тетрофодами. Но де-факто у людей вообще эволюции особенно сильно нет. Но у нас есть, опять же, не одна механика. Может быть, мы придумаем способ регулировать метахондрии сами. Можно подредактировать геномы эмбриона, но с родственным человеком трудно что-то сделать. С геномом ещё можно. А так вам я только могу посоветовать ограничивать извне своим образом жизни. Больше ничего. Я понимаю, мне жаль. Я могу, кстати, утешительно… Можно одно слово буквально? — Я могу только сказать, что у нас предыдущая лекция в биолектории, которая проходит на этой площадке, была посвящена, собственно, редактированию генома. — Прекрасно. Если правительство станут на это поспокойнее смотреть, то будет отличная интересная история в будущем. Я хотела сказать о старении, о том, что вообще почему не предусмотрен предохранительный механизм. Это всё тот же вопрос, потому что животные в природе вообще редко доживают до старости. Это мы с вами хорошо доживаем до старости в нашем 21 веке. А в 18-м мы тоже так себе доживали до старости. И до этого я вообще молчу, сколько лет мы жили. Старость – это та старость, которую мы с вами проводим треть нашей жизни. Это большое достижение. Метахондрии к этому вообще не готовились никогда. От нас зависит, как они смогут с этим жить. Так, остались ли ещё вопросы? Если нет, тогда... — Один. — Один? Ладно. — Нет, я специалист-антрополог, я закончила в 2012 году. А, в этом смысле магистр. Нет, Станислав Дребушевский магистр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...